Дорогие друзья, если вы находитесь в этих городах, если вы видите на нашей удивительной рекламе название своего чудесного города, обязательно приходите и мы встретимся с вами вживую. Получается так, что у меня в последнее время, сколько женщин не встречаюсь, я у них пластиком работаю. Ну надо что-то менять, вы выглядите как доктор. Я восстанавливаю ее самооценку, помогаю в бытовых каких-то вопросах. Потом мне говорят, дорогой, у меня есть Валера, я пошла. Ну вы наверное уже гений ухаживания за женщиной? Видимо я что-то делаю не так. Почему вы нормально тренируетесь? Сейчас появится какая-то дама и ваш навык ухаживания. Шанс есть. Шанс есть всегда. Пока ваш гроб не забили пятый гвоздь, шанс есть. Поэтому ухаживая за женщиной, мужчина ничего не теряет. Не надо думать, о меня использовали, вы ее использовали, вы на ней тренировались, быть крутым мачо. Как не радует статистику. А что вы хотите? Вы хотите сделать женщину счастливой? Да. Ну так и делайте. Или вы хотите, чтобы вам оплатили это рабским трудом? Я ж не знаю. Я не знаю. Поэтому... Спасибо. Опять же, если... Уходят они не из-за того, что вы хорошо ухаживаете. Надо разобраться, в чем фишка. То есть, может быть, на начальном этапе вы там... Знаете, бывает так, что мужчины, они бывают такие мягкие, хорошие, добрые. Ну, а женщина в экстремальной ситуации, да, в какой-то. Ее там надо пожалеть, там еще чего-то. Но, кроме этого, знаете, есть такая книга, она называется «Мужчина из стали и бархата». Ее написал муж Хелин Андерлин, этой дамы, которая написала вот этот женский бестселлер «Очарование женственности». То есть... И... Блин, книгу можно не читать, само название крутое. В принципе... Ну, вот прямо там... Мужчина должен быть из стали и бархата. У мужчины должно быть 80% качеств мужских и 20% женских. У женщины должно быть 80% качеств женских и 20% мужских. Если у мужчины мягких, добрых качеств выходит за 20, например, там 50 на 50, а бывают мужчины, у него не только мягких качеств, там, под 80, то женщина это не тянет. Она очень хороший человек, но я хочу быть замужем. Мне надо какая-то, ну, падла железобетонная. Чтобы... Он, конечно, был добрый, хороший, но чтоб я могла быть в домике. Женщины хотят быть замужем. Поэтому подумайте, может быть, ваши плюсы, да, они находятся в сфере, ну, мягких качеств каких-то. Ну, я вижу, вы добрый, хороший человек. Поэтому срочно запишитесь, я не знаю, на что. Не обязательно стать мастером спорта. Просто даже получать один раз в неделю в голову уже хорошо. Это очень вдохновляет. Ну, может, вам не надо, да. Ну, в тир запишите. Мы с мужчинами, у нас есть тема, мы ездим в тир. Просто приезжаем в тир, тратим деньги, покупаем там ведро патронов и шмаляем, как Рэмбо во Вьетнаме. И потом нюхаем гильзы, выходим, такие думаем, о, твою мать. И прямо мы домой едем, и прям чувствуется, что там все смотрят. Тестостерон поехал, понимаете. Потому что иногда мужчины-то, они начинают такие, вот, ну, вот такой, я такой, женщинам это не нравится. Им хочется, чтобы иногда был, твою мать, кто тут в лесу хозяин? Чьи тут шишки? Иди ко мне, мое солнышко, папа тебе все не может. Подумайте об этом, подумайте. Потому что есть вариант, когда слишком много мужских качеств, нету женских. И женщинам такие тоже не нравятся. Они на них западают, потом видишь, что это железный дровосек, который еще не дошел в изумрудный город к Гудвину за сердцем. И он нахер не интересный. Потому что он тупорылый робокоп. Ну, что-то такое я подозревал, да. Я вас не знаю, я просто накидал вариант, а вы сами выбирайте, я же не Гудвин. Тому по да, 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 да. Тоже, кстати, неплохая история. Да, тут видите. Часто общаюсь с разными дамами, и люблю задавать вопрос по поводу того, как собираешься относиться к работе, когда будешь замуж. И частенько слышу ответить, что я успею, я буду работать, я хочу без нее никак. Как вообще так прожить? Не обращай на это внимание. Да, то есть не обращать внимание, то это прибыль какая-то. Ну, а женщины, они же хотят произвести впечатление. У них сейчас есть такая мысль, что нормальных мужчин нет. Есть только абсосы, есть альфонсы и тому подобное. И они говорят часто эти вещи не потому, что они сильно хотят работать, а потому, что они не хотят, чтобы ты убежал в первый день. Этот вопросик лучше не задавать пока. Дело не в работе. Это вопрос задашь перед тем, как ты соберешься ей сделать предложение. Вот если как бы вы уже там год встречаете, да, она хочет за тебя замуж, то она говорит, я буду работать до смерти. В первый день они все скажут, что все хотят умереть на работе. Детей родить, ну, на выходные. Вот он за свой счет три дня родила и опять на работу, на работу. У меня даже есть бюстик Паши Ангелиной. Ну, кто не знает, и лучше не знать таких женщин. Но в начале, да, это все понты. Ой, женщины с перепугу наговорят тебе. Я хочу реализовывать, у меня тут пеной, знаешь, заплевывают каждый день на лекциях. А как же реализовывать? И такая экспрессия в глазах, аж противно. Реализоваться как то, как специалист. Чтоб мужчине было интересно со мной разговаривать. Бред, бред больного человека. Ну, что ты сделаешь? Так накидали ему голову. Женщины сейчас в шоке. Вот мы же живем, вот мужчины, мы живем практически в том же самом мире. Мы просто живем в таком же нам превышенном мужском мире, ну, в котором только сошли женщины с ума. Ну, вот они там перепугались, сошли с ума и там где-то воюют против нас. А так мужчины, в принципе, живут по тем же самым принципам. Ну, здоровые мужчины. Это у женщин изменилась очень сильно жизнь. И они не знают, как правильно поступать. Они чувствуют, что они хотят иначе, но сейчас же совсем другое время. Вот это все, блин. Не-не-не, шлеп-шлеп. Ну, вот этим всем. А когда дело доходит, знаете, да я не боюсь, все мужики козлы, мне нафиг не надо, я самодостаточно. Это пока не появился нормальный. Как появится. Оп-хоп, занос 0,8 метра, как на старом икарусе. Ну, я живу в таких. Так что голову не бери, это пока несерьезно. Несерьезно. Но через год ухаживаю, я бы задал этот вопрос. Кстати, кто спросите, сколько вы братьте состоите? В 27-й год уже. Отлично. Я братьте состою в год 4 месяца. Я маленькая точка, да? И с каждым, как говорится, месяцом это становится все не интереснее, скучнее. Ну, да, да. У меня у тебя сейчас не 5 лет. Сколько ребенку лет? Годик. 4. Бартан садись? Да, да. Бойчица. Да, да, мыл. Смотри, фишечка в том, что она устала. Ну, очень устала. Она очень много уделяет времени. Ну, конечно. Тендем? Ну, конечно. Я в стороне. Ну, конечно. Я в стороне. Я в стороне. Ну, так обычно все и происходит. Если я сейчас тебе расскажу, как это, как, почему это происходит, ты даже можешь расстроиться. Ну, вот смотри. У нас на этой почве, на самом-то деле, возникают другие женщины, которые уже, как по-моему, как бы уже мысли другие... На фоне уставшей жены, матери, маленького ребенка, любая баба выглядит, ну, беззаботно. Это то же самое. Представь, ты лежишь с поломанными ногами, и писю на пух, там, я не знаю, ослепно один глаз, и там у тебя, там, перелом третьего шейного позвонка. И вот на твоем фоне любой, ну, мушик, он выглядит хорошо. Так же самое и здесь. То есть ей сейчас надо помощь, она устала. Все женщины с таким маленьким ребенком крайне смертельно устали. Нам этого не понять. Мы этого не видим. Ну, такие, они першипционисты. Они бестолковые, я с этим согласен. Они там иногда глупенькие, согласен. Они чересчур там... Я тоже с этим согласен. Ребенок становится на первое место, а ты там где-то, блин, возле лифта должен сидеть тихонечко, радоваться жизнью. То есть дети на первом месте, а муж так, не родственник. Мы все это все проходим, потому что, ну, баба бестолковая. Но она настолько же бестолковая, насколько и ты. Потому что, ну, прямо гармоничная. Это сейчас лучшее, что в твоей жизни есть. Ну, а когда начнется вот уже... Сейчас плата такой идет... Никогда. Никогда не начнется. Само по себе ничего не происходит. А что вот, ну, например, ты вот какие методики ты применяешь? Я заботюсь о жене. О жене заботиться надо. Я вот чем больше инвестирую в жену, тем лучше. Типа больше денег не инвестирую? Всего. Деньги, блин. Деньги – это пыль. Тут вышаг маячит. Понимаешь? Я понимаю, что вы понимаете, да. Поэтому деньги – это тоже энергия. Потому что, ну, деньги – хорошо. Но если ты вкладываешь деньги, ты вкладываешь свое время. Ты ее не слушаешь, не заботишься. Просто надо узнать. Вот я могу, вот в таких случаях, я вот мужчине могу что посоветовать? Какое-то действие, которое сходу, сходу будет эффект. Начни ее слушать. Начни спрашивать. Как, чего, как она живет, какие трудности, о чем она думает, о чем мечтает. Эффект будет, когда она 20 минут подряд будет тебе что-то говорить. Ты просто офигеешь, что у нее в голове. А так, что ты так ходишь на работу, приходишь такой, смотришь – усталая баба. Совсем не та, за которой ты там два года назад бегал, да, там что-то такое. Она была молодая, гибкая, радостная. Она сейчас там загнанная, с маленьким ребенком и такая, с темными глазами какими-то, не накрашенными. Такое тоже может быть. И ты начинаешь вот это сравнивать. Ну, это ж не оно. Поэтому она вышла замуж, это твоя ответственность. Это ж, давай честно, это же ты ее привел в это состояние? Ты же взял ее радостную? Или она была сразу в депрессии на наркотик? Что ты вытащил ее из ямы, как бы снял петлю и пошли замуж. Может быть, но она-то была какая радостная. Но это ж она с тобой стала депрессивной такой, неинтересной. Ну, не я. Ну, по-честному, я не мил к этому отношения. То есть, это именно твой навык делать женщину счастливой. Поэтому вопрос – ты умеешь делать женщину счастливой? Ответ – я знаю. Нет. Ну, нет, конечно. Потому что мы знаем результат. Понимаешь? Это когда человек говорит – а ты умеешь готовить? Ты говоришь – ну, да. Я ел то, что ты готовишь. Это говнище. Полное. Это невозможно. Это надо кормить пленных румынов, чтобы они сдохли. Понимаешь? Вот это все от нас зависит. Поэтому у нас как-то была такая лекция. «99 способов сделать женщину счастливой и не прикладывать никаких усилий». И там просто реально 99 вещей, которые нужно делать. И мужики такие сидят и говорят – блин, что, серьезно? Ну, вот топ-1, мы сказали – слушайте, топ-2, топ-3, ну давайте 3, например. 99! Залезь, она висит в интернете, да, там. Я не всегда доходил до 99-го. Никогда. 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 А? Не все и прочитал так. Я ж не только в Москве не дошел. Ну, там до 50-го дошел. Половина, да. Половина. Ну, где-то это есть. Где-то, конечно. Поэтому начнешь это делать. Прямо вот берешь и пишешь. Стоп-2, что ты собираешься делать? Первое – буду слушать жену. Второе – дарить по субботам цветы. Ну, говорить приятные слова. Когда ухожу, всегда ей говорит – дорогая, я ухожу. Когда прихожу, всегда говорит – дорогая, я дома. И целовать щечку. Открывать двери, когда ты садишь ее в свой красивый автомобиль. Ну, предлагать там сделать то-то, то-то. Ну, масса вещей. Иногда нам кажется, что вот мы такие, блин, красавцы, что просто по определению, если бабу просто рядом посадить, она в моей ауре охренеет от счастья. Это очень легкомысленная мысль. Любовь – это глагол. Надо написать. Если ты напишешь 100 пунктов и начнешь их делать, даже если ты 10% сделаешь, баба очумеет от счастья. Она, во-первых, я знаю, как это будет регулярно. Первое – она не поверит. Стопудово надо подозревать блядей. И тому подобное. А вот принеси цветы, и ты поймешь, что она подумает, что… Насчет пересчитывать. Дух – это, ну, с похорон с чьих-то. Такое тоже будет. Где-то косяк. Где-то косяк, да. То есть это недоверие. Поэтому любовь – это глагол. Мы с женщиной можем сидеть, я тоже могу сказать, напиши 100 пунктов. Что ты хочешь сделать для этого человека? Что ты хочешь получить, а что ты хочешь дать? У нас большинство людей строят семьи, они даже не понимают, что они хотят. Они просто думают, мы просто будем вместе. Мы все знаем, в каком вы месте. Вы в жопе сидите оба, и там темно. И плохо пахнет. Со временем это пройдет. Никто туда еще лампочку не проводил. Ты гейс. Пишешь, делаешь. Ах, а чумень. Вы заметили, если вы берете какой-то тренинг по успешности, да. Тебе мастер скажет, напиши, что ты собираешься делать. Напиши план. Напиши план, что ты хочешь сделать. Я собираюсь вставать утром, заниматься йогой, бегать, ездить на велосипеде. Я собираюсь питаться таким-то образом. Я собираюсь читать книги, изучать языки, продвигаться в своем навыке, в своей профессии и тому подобное. Раз в месяц заезжать к родителям. Два раза в месяц встречаться с друзьями в бане. То есть напиши свою жизнь. И ты начнешь это делать, и увидишь, как твоя жизнь изменилась. А мы живем, знаете, как, не знаю, потоп такой, как камень какой-то нас тащит и все. Ну, что-то такие аллегории философские. Дорогие друзья, если вы находитесь в этих городах, если вы видите на нашей удивительной рекламе название своего чудесного города, обязательно приходите и мы встретимся с вами вживую. Субтитры создавал DimaTorzok